Ни денег, ни запчастей, ни продавца. Полицейские зарегистрировали очередной факт мошенничества в отношении жителей нашего города. Саровчанин на одном из интернет-сайтов присмотрел комплект автошин, перевел деньги продавцу и оплатил доставку до Сарова. С момента покупки прошел месяц, а шина так и не привезли. Продавец, естественно, пропал. На сотовый телефон на звонки не отвечает. В сеть на этом интернет-сайте также не заходит. В связи с этим, по данным факту, было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 159 Уголовного кодекса мошенничества. 14 ДТП с материальным ущербом зарегистрировали сотрудники полиции на прошедшие недели. Еще у двух пострадали люди. В одной аварии травму получил сам виновник. Мужчина так торопился домой после работы, что не справился с управлением автомобиля и врезался в стоящий на обочине автобус. В результате ДТП автомашина получила механическое повреждение. А сам он получил телесное повреждение в виде ушибов мягких тканей головы, растяжения связок шейного отдела позвоночника, но это, как правило, при таких ДТП бывает, и ушибы грудной клетки, что говорит о том, что он был пристегнут ремень безопасности. Второе ДТП произошло поздно вечером на нерегулированном пешеходном переходе на улице Ленина. Водитель «Хонда Цивик» наехал на мужчину, который переходил дорогу по зебре. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение в виде ушибов мягких тканей лица и ссадинокистей, когда упал. После осмотра врачом приемного отделения был отпущен домой. Всего за неделю сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 132 нарушения правил дорожного движения. Одного водителя задержали в состоянии алкогольного опьянения. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.